В нашем городе более трех тысяч жилых домов. В Севастополе к отопительному сезону активно готовятся еще с мая. Специалисты предприятия «Севтеплоэнерго» отремонтировали объекты на 132 котельных и 65 центральных тепловых пунктах. Подготовили порядка 630 километров тепловых сетей. Запасли топливо свыше 1000 тонн угля и 128 тонн мазута. А специалисты предприятия «Водоканал» подготовили к холодам водопроводные и канализационные сети. Тепло в нашем городе обеспечат и новая ТЭС. Полностью программный комплекс на обоих станциях выполнен нашими программистами. Это уже наш продукт, российский. Мне жалко тех, кто сомневался, что мы это сделаем. Заместитель губернатора Владимир Базаров уточнил, правительство Севастополя планирует усилить взаимодействие с управляющими компаниями. Есть серьезная проблема, касающаяся расчетов управляющих компаний, ТСЖ за полученные ресурсы. Это и электроэнергия, в первую очередь электроэнергия, и теплоснабжение. И штабам поставлен задачи, принесенных протоколов, этот вопрос решить в экстренном порядке. В Севастополе разместили 322 автономных резервных источника электроснабжения, чтобы социально значимые объекты не пострадали при отключении света. Для оперативного устранения последствий аварии в городе будут работать 19 дополнительных бригад специалистов и 7 единиц техники. Севастополь, ОЗП готов. И надеюсь, что мы до весны дойдем без серьезных происшествий. Правительство Севастополя продолжает отчитываться о своей деятельности. Правда, с недавних пор делают это представители исполнительной власти в здании на улице Ленина 2, а не в помещении через дорогу, как было ранее. На свои обсуждения приглашают депутатов, но приходит лишь небольшая их часть. А все потому, что, по мнению правительства Севастополя, в регламенте городского парламента есть нарушения. Вот и на этот раз чиновники не пришли на сессию и не представили отчет. Причем второй раз подряд отсутствовали представители Департамента финансов, экономического развития и капитального строительства, а также Главного управления потребительского рынка и лицензирования. Кроме того, отчет не был представлен и сев природнадзором. Осуществляем контрольную деятельность. Ну, это, прежде всего, говорю, не для депутатов, которые хорошо с такой информацией знакомы. Наверное, для севастопольцев. В соответствии, прежде всего, с федеральными законами, 184-м федеральным законом, четко регламентируют, скажем так, основные виды и формы деятельности законодательного собрания. Контрольная деятельность обязательно. Законодательное собрание будет проводить контрольную деятельность в соответствии с законами Российской Федерации, уставом города Севастополя и законами субъектовыми. Отказаться от этой формы деятельности мы не имеем права, поскольку мы в этом случае будем нарушать закон. Чуть ранее позицию правительства города на пресс-конференции прокомментировал губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников. Как только план контрольной деятельности будет согласован в соответствии с законом, а не в соответствии с тем, как, условно, желается, мы будем направлять представителей. Как итог, пять пунктов с повестки дня пленарного заседания сняли. Кроме того, не рассматривали и вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2018 год и плановый период двух следующих. Депутаты объяснили, законопроект был внесен самими парламентариями. А поскольку губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников уже воспользовался своим правом и потребовал созыв в неочередной сессии законодательного собрания, законопроект рассмотрят именно на ней, причем вместе с альтернативным проектом закона, который поступил от правительства Севастополя. Далее парламентарии перешли к рассмотрению законопроектов. Во втором чтении приняли документы о предоставлении собственности города земельных участков льготным категориям граждан. До настоящего времени такое право было у многодетных семей и у людей, которые подверглись политическим репрессиям и были реабилитированы. Теперь землю смогут получить и граждане, которые подверглись радиации вследствие чернобыльской катастрофы. По состоянию на 2 июля 2018 года количество граждан, подвешившихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, составляет 126 человек. Подчеркиваю, 126. А общее количество граждан, проживающих в Севастополе и имеющих право на внеочередное обеспечение земельными участками для ИЖЭС, составляет более 830. Управки депутатов добавляют первоначальному кончеству граждан, которое, напомню, было 126 человек, примерно 10-15 человек. Во втором чтении парламентария утвердили и перечень перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения. В список вошли 14 объектов. Это позволит проводить комплексные экологические обследования участков территории. Цель – обоснование присвоения объектам правового статуса особо охраняемой природной территории. Инвалиды и люди, которые ограничены в передвижении, смогут получать вблизи места жительства участки для размещения гаражей. В адрес департамента и в адрес правительства поступали многочисленные заявления граждан, которые имеют статус инвалидов и ограничения в передвижении. И, соответственно, просят выделить им вблизи места жительства, соответствующие земельные участки. Для иностранных граждан, которые работают в Севастополе, будет действовать своя система оплаты налога на доходы физических лиц. На сессию установили коэффициент, который отражает региональные особенности рынка труда на территории города. С 1 января 2019 года коэффициент составит 1,923. Эта цифра предусматривает выравнивание налоговой нагрузки как на граждан страны, так и для иностранцев. Законопроект разработан с целью реализации города Севастополя своих полномочий по правовому регулированию налогообложения иностранных граждан, осуществляющих свою трудовую деятельность на территории города Севастополя, создание конкурентных преимуществ на рынке труда города Севастополя для граждан Российской Федерации и недопущение избыточного привлечения иностранной рабочей силы. По словам Сергея Махонина, такой коэффициент позволит получить в городскую казну почти 65 миллионов рублей налоговых поступлений. Увеличение количества туристов летом обеспечило городскому бюджету и больший объем налоговых поступлений от доходов гостиниц и заведений общественного питания. В казну города поступило 168 миллионов рублей, что почти на 22% больше, чем в 2017. Успехи есть и в области событийного туризма. В 2018 году Севастополь впервые вошел в Золотую лигу национального рейтинга развития событийного туризма, заняв 11 место из 83 регионов России. В прошлом году в официальном российском рейтинге субъектов Российской Федерации по развитию туризма министерства культуры РФ мы поднялись на 33 место и были отнесены к категории регионов с относительно высокими показателями развития туризма. Город Севастополь известен туристам Крымским военно-историческим фестивалем, который ежегодно проходит на Федюхиных высотах. Этот проект обеспечил Севастополю гран-при профессиональной премии событий России. В этом году наш город стал площадкой для таких мероприятий, как Международный музыкальный фестиваль опера в Херсонесе, байк-шоу «Русская мечта», «Велопробег», «Велопобеда», фестивали «Русская троя» и «Зэбэфест». Кроме того, большой тур-слет Артека на туроповой даче вошел в Книгу рекордов России, как самый массовый слет молодежи. Всего на текущий год было запланировано 69 событий культурного туристического характера, из которых на сегодня проведено 25 фестивалей, 32 иных события. Суммарное годовое число посетителей этих мероприятий, а также экскурсантов и посетителей городских музеев, картинных галлюзерей, выставок превышает 2,4 миллиона человек, что на 11% выше, чем в прошлом году. Сейчас с правительством Москвы идут переговоры об изготовлении специального видеоматериала под названием «Полет над Севастополем». Ролик хотят показать в парке «Зарядье» в Москве. Разрабатывают и новый круглогодичный тур-маршрут «Теруар Севастополя», который поддержан виноделами города. Текущей осенью будут проведены еще несколько крупных фестивалей, в том числе «Большой слет туристов» с участием артековцев и молодежи, фестиваль экстремальных видов туризма «Иксфест», фестиваль на Большой Севастопольской тропе. Круглогодичный проект активного отдыха «Большая Севастопольская тропа» действует уже в течение трех лет. В настоящее время тропа обустраивается с точки зрения безопасности ее посещения, повышения информированности, создания видовых площадок и привалов для туристов. Николай Краснолицкий отметил, по поручению губернатора, Главное управление культуры совместно с Федеральной налоговой службой формирует перечень нелегальных гостиниц города, отелей и гостевых домов. Список планируется опубликовать на официальном сайте правительства. В следующем году город отпразднует 75-летие освобождения Севастополя и пятилетний юбилей воссоединения с Россией. Этим событиям также будут посвящены новые фестивали. Классическая чума свиней распространяется при контакте с заболевшим животным, воздушно-капельным путем, через инфицированный корм, продукты животноводства. Следует соблюдать основные правила ведения хозяйства. Пища для животных обязательно термически обрабатывают. Территория должна быть огорожена. В свиноводческих хозяйствах соблюдаются все меры профилактики возникновения и заноса чумы и других инфекционных заболеваний. Здесь есть специальные дезинфицирующие барьеры, пропитанные раствором, чтобы посетители не занесли никакой инфекции. Посещение обязательно в специальной одежде и бахилах. Последний вирус классической чумы свиней в Севастополе регистрировали в 1982 году. Его обнаружили в пищевых отходах на одном из предприятий общепита. Подобные случаи больше не повторялись. Ситуация в городе остается благополучной. В регионе постоянно проводят профилактические мероприятия. Главная из них – вакцинация. От классической чумы свиней прививают раз в год. Вакцинировать поросят можно с 40 дней. Вещество вводят в шею или бедро. Для кого это прививка первая, на ушах устанавливают специальные бирки. Животных вносят в базу данных. Со средины сентября уже вакцинировано более 400 голов животных. Вакцинация проводится согласно плану противоэпизотических, лечебно-диагностических мероприятий. В хозяйствах всех форм собственности на территории города Севастополя. В двух хозяйствах крупных – ООЖС Паландрас и ООО Качинске такие вакцинации проводятся. Ну и, конечно, в личных подсобных хозяйствах граждан. По городу около 1600 голов животных будет подвергнута вакцинации против классической чумы свиней. Для человека это заболевание не опасно. А вот по популяции кабанов и экономическому развитию региона может ударить серьезно. Зараженные поголовье уничтожаются. Признаки классической чумы свиней – красные пятна на коже, повышение температуры, угнетенное состояние животного. В таких случаях необходимо немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу. Вирус этот очень стойкий к низким температурам. Долгое время может храниться в мясе. А вот кипячение бактерии убивает. Источником болезни является вирус, рангосодержащий вирус, который хорошо сохраняется во внешней среде, хорошо переносит высушивание, замораживание и низкие температуры. Так, например, в охлажденном мясе и тушах вирус сохраняется 2-4 месяца. В замороженном мясе и тушах вирус сохраняется несколько лет. В копченостях месяц-полтора обеззараживание при температуре 80 градусов убивает вирус только лишь через час. Но кипячение действует на вирус моментально. Единственный способ борьбы с классической чумой свиней – профилактика. Помимо вакцинации, ветеринарная служба проводит дезинфекцию подкормочных площадок для диких зверей и регулярный мониторинг лесных угодий и животноводческих хозяйств. У свиней берут пробы крови для лабораторных исследований на наличие вне чумы. Перед галоконцертом ребята поучаствовали в патриотической акции «Мы – Россия». В национальных нарядах своих регионов они развернули российский триколор и исполнили гимн Российской Федерации. От Камчатки до Калининграда участники знакомили гостей конкурса со своими колоритными национальными нарядами – бояр, дворян и казаков. Казахский народный костюм, но костюм достопочтенных людей. Его и в современности надевают, например, как надел его сейчас и я, то есть с галстуком, с рубашкой, на официальных встречах. Я представляю Крым и посчитала, что лучшим костюмом будет греческий костюм, так как Крым основан греками. У нас в Волгоградской области очень много казаков, и я поддерживаю казачество. И, соответственно, я выбрал, что мой национальный народный костюм – это именно казаки. Участники из Севастополя – Анна Сеньковец и Виталий Смалько – тщательно подошли к подбору наряда. Они решили связать народный костюм Севастополя с морской тематикой. У меня костюм «Царевный лебедь». Так как Севастополь – это морской город, а лебеди точно так же, как на озерах у нас водятся, я решила взять именно этот костюм. Плюс этот костюм сам по себе очень красивый, он может напоминать, не знаю, может быть, волну морскую. Очень здорово, что вот в этом году именно Севастополь принимает такое большое количество участников. На самом деле город уже готов, чтобы принимать такие крупные площадки, такие федеральные большие конкурсы, и мы очень рады и делаем максимальный вклад, который мы только можем. На галоконцерте участники продефилировали в костюмах своей будущей профессии и коротко рассказали о ней. На подиуме юристы, экономисты и журналисты. Сегодня это самые популярные профессии. Язык – наше главное оружие, поэтому я учусь на юриста. Определить лучшего на конкурсе красоты, таланта и спорта сложно. Все участники из 40 регионов России поразили жюри своей эрудированностью, спортивной подготовкой и талантом. Девушки и юноши показали все, на что были способны. Сдали нормы ГТО, пели и танцевали. Мисс и мистер студенчество – это собирательный образ идеального студента, к которому стремятся все ребята. Мне кажется, это должен быть человек, в первую очередь, с большой буквы. Это должен быть человек, который отдает, в первую очередь, окружающим, не зациклен на себе и на своей внешности, на своих каких-то параметрах физических и внутренних, а человек, который может коммуницировать с внешним миром, который может нести добро, который может учить окружающих, собирать вокруг себя команду, активный, молодой, перспективный человек. Корону и титул Мисс Студенчества России 2018 получила Полина Яковлева из Республики Чувашия, а мистером стал Иван Теплов из Саратовской области. Анна Сеньковец из Севастополя признана обладательницей титула вице-мисс. Следующий конкурс Мисс и Мистер Студенчества России пройдет в Республике Чувашия. Реконструкцию сражения на Альме воссоздают недалеко от реального места столкновения русских с войсками-коалициям в селе Вилино Бахчисарайского района. Участники фестиваля – как крымские реконструкторы, так и гости с материковой части России – Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, представители более 70 клубов. Чтобы оживить фрагмент истории, трудились и сотрудники Бахчисарайского музея-заповедника. Каждый год у нас проходит фестиваль, посвященный этим событиям. Мы стараемся сейчас, поскольку мы приглашаем англичан, настоящих, мы приглашаем танцузов настоящих, но пока вот эта заминка связана, так сказать, с политикой, да, вот, мы стараемся взять зрителя, внимание зрителя подготовкой хорошей, организацией хорошей, да, и благоустройством территории. Готовились к проведению фестиваля год. На реализацию мероприятия организаторы затратили около двух миллионов рублей. А у реконструкторов свои расходы и тоже немалые. Все для максимального погружения в историю эпохи Крымской войны. Детально попытались отразить и само Альминское сражение. Начало боя и как тогда первыми наступают французы. Разыгранная баталия, попытка оживить историю. Этому способствует антураж площадки боя, внешний облик наших солдат и армии противника, а также громкие выстрелы оружия и залпы пушек. Альминское сражение – первый крупный бой в Крымской войне. Тогда силы были на стороне противника, они все дальше отбрасывали русских на юг, в сторону Севастополя. Кульминация сражения – рукопашный бой. Нашей армии пришлось отступить, а французам вернуться за своими ранцами на правый берег реки. За это время русские успели подготовиться к осаде Севастополя. После реконструкции Альминского сражения гости фестиваля смогли сфотографироваться с участниками боевых действий. Интерес к истории возрастает, и подобные фестивали этому способствуют. В этом году на Альминское сражение приехали несколько тысяч гостей. Себя ощущаешь в этой эпохе, в самом деле, как они передвигаются, воины, как они, вот мы сейчас расспрашивали, как они заряжают эти пыжи, эти, ну, как происходит выстрел, все это очень интересно. Бой завершен, но стрельба не заканчивается. В лагере русских любой желающий мог пострелять из пехотного оружия. Конечно, под присмотром профессионалов. Орудия после боя отправляют на чистку, чтобы сохранить макеты от ржавчины. Сейчас это делают с помощью современных средств, а тогда использовали мазь Гомберга. Смазка такая, она делалась из натуральных компонентов, включая какие-то минеральные там соли, там, не знаю, или металлы. Но она была очень страшного запаха, поэтому мы ей не пользуемся, на самом деле. И производство ее очень трудоемкое. Форма русского солдата периода крымской кампании была простая и удобная. На фуражке нашит номер роты, а ее окантовка показывает принадлежность к конкретному батальону. Номер полка на пуговицах, а дивизии на погонах. Еще один важный атрибут солдата – его ранец. Любому солдату не все нравилось в снаряжении, он не все ценил, особенно если это было сделано не в угоду солдату, как и любому человеку. Поэтому в войсках его не очень любили, не очень уважали и называли чертов хребталом. А помимо нелюбимых, неудобных ранцев, у солдат были каски, которые разработал сам государь-император Николай Павлович. Проблема заключалась в том, что на солнце кожа ссыхалась, и солдаты теряли сознание, даже падали. Франция и Британия расположили свои лагеря рядом. В армии французов состояли зуавы. Это одни из лучших бойцов, считали себя элитными войсками. Форма одежды восточного характера, поскольку зуавские полки создавались в Африке, в провинции Алжир. Но африканцы себя в боях не проявили, поэтому в крымской кампании и после нее среди зуавов были только этнические французы. Как и Рене Руссельон, сержант третьего зуавского полка. Это игровой псевдоним реконструктора. Мужчина рассказал, какие зуавы были вне поля боя. Они были абсолютно неуправляемы в быту. Это грабежи, непослушание, где-то там лишний алкоголь, еще что-то. Но они были превосходны на поле боя сражения. Когда Севастополь был взят, есть же там описание, воспоминания. И вот англичане идут и смотрят, что из города возвращается зуава. Они сразу поняли, что в городе уже нечего делать. В лагере союзников были и крымские цыгане. Они обеспечивали британцев и французов необходимой провизией. Эту функцию на себя взяли Мустафа с супругой Айше. На тот момент Крым еще не так много лет был в составе Российской империи. И поэтому, в принципе, местное население было лояльно абсолютно ко всем. Это все гости в конце концов. Но так как мы крымские цыгане, у нас монетка тоже что-то весит. Мы помогаем, но в свою очередь зарабатываем на этом деньги. Не без этого, конечно, надо же как-то питаться. Война в конце концов. Несмотря на объединение в коалицию, англичане все равно держались особняком. Уклад французов отличается от британского стиля жизни. Примечательно, что Альминское сражение началось около шести утра. А шотландский полк присоединился к бою лишь спустя три часа. Британцы очень неторопливый народ. И когда французы уже успели встать позавтракать и пойти на битву, британцы все еще поднимались, завтракали, выпили чашечку кофе. И вот уже потом только пошли на битву. Фестиваль «Альминское дело» завершился и в скором времени начнется подготовка к следующему мероприятию. Спортивный настрой и очень азартные болельщики. Легкоатлетическую эстафету 4 по 100 метров бегут сотрудники предприятий жилищно-коммунального хозяйства Севастополя. Спартакиада ЖКХ – добрая спортивная традиция. Соревнования проводят уже больше 20 лет. И попасть сюда люди стремятся. Я только когда пришла на работу год назад, мне девочки сказали «Ой, жалко, ты пропустила спортокеаду». Это такая классная вещь, такая движуха, так все весело, здорово. Я думаю, ну надо обязательно попасть в этом году. И, конечно же, я приехала сюда. Усплоченные такие все дружные, все друг друга поддерживают. Это очень, конечно, здорово. Водопроводчики, слесари, электрики, экономисты, инженеры и директора здесь демонстрируют физическую подготовку, выносливость и спортивный характер. Всего в этом году около 300 участников. Как отмечают организаторы соревнований, популярность спорта растет. За пять лет количество команд увеличилось в два с лишним раза. Сегодня 14 команд представителей трудовых коллективов от управляющих компаний «Водоканал», «Теплосеть», «Горсвет» и так далее. Главная задача – это сплотить коллектив в плане в спортивном, в плане в духовном, воспитать интерес к спорту, физкультуре и воспитать интерес, уважение и к своему предприятию, в котором ты работаешь. Среди участников и команда департамента городского хозяйства. В составе половины департаментов. В горхозе здоровый образ жизни в приоритетах. Сегодня мы участвуем вместе, все сотрудники, у нас нет специалистов, начальников отдела, все вместе. Идем и защищаем свои коллективы. И показываем, что мы сегодня за физкультуру, за развитие спорта в нашем городе. Многие знают, что мы постоянно делаем обходы по городу. Это тоже в том числе и физическая подготовка. Сотрудники предприятий ЖКХ соревнуются в 12 дисциплинах. Мини-футболе, настольном теннисе, пляжном волейболе, эстафете, гиревом спорте, прыжках в длину с места, метании дротиков, перетягивании каната. Старшее поколение в шахматах, шашках и домино. Среди работников коммунальной сферы есть и настоящие атлеты. Анатолий Тимощенко, машинист водоканала, 80 раз выжил гирю весом 24 килограмма. Шутит, хорошая физическая форма и в работе помогает. Даже если с тяжелым трудом она не связана. На работу опаздываешь, допустим, смотришь на часы, не успеваешь. Пробежался, успел, вот и помогла форма. Проходит здесь и соревнование на звание самой спортивной семьи. Победители в личных зачетах получают грамоты, медали и денежное вознаграждение, команды, кубки и дипломы. Но главное, говорят, спартакиада – это вдохновение и заряд хорошего настроения для отличной работы. Больше силы и здоровья – меньше проблем в ЖКХ.